Бурелом на погосте. Нынешнее лето, богатое на ливни, грозы и штормы, оставило свои памятные следы на месте вечного упокоения. Кладбище в микрорайоне Запрут. Оно давно закрыто и теперь буквально завалено стволами и ветвями деревьев. Кто должен следить за порядком на законсервированных погостах? Ответ в репортаже Екатерины Лёновой. Запрутское кладбище возникло в начале 20 века как стихийное, затем было легализовано. По большей части здесь погребены работники Мотовелихинского завода, рассказывает житель микрорайона Запрут. Михаил Валентинович. Вот могилка, три человека покоится. Вот дерево лежит на памятнике, да, на могилке прямо. Пенсионер ходит сюда к могилам родных много лет, но такого запустения никогда раньше не видел. Все тропы заросли травой. Пробираться приходится буквально продираясь к местам захоронений через кусты и бурелом. А нет-нет, и на могилу случайно наступишь. Сокрушается мужчина. Приходила мать помянуть похороненную в августе, и все это увидела. Все равно это некрасиво, некультурно. Память ведь людская. Чистить нужно, убирать. Кто за этим должен следить, я не знаю. К сожалению, горечь вызывает и состояние самих захоронений, особенно тех, к которым, по всей видимости, уже некому ходить. Кладбище уже более 30 лет считается закрытым и постепенно превращается в бурелом. Здесь очень много сухих и старых деревьев, которые при сильном ветре падают прямо на могилы, и убирать их никто не торопится. Посетители и хотели бы пожаловаться, но некому. На кладбище теперь нет даже сторожа. Прокомментировать ситуацию мы попросили в администрации города. Содержание и уборку кладбищ в микрорайоне Запрут осуществляет управляющая компания «Жилкомсервис». В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными ливнями, ураганами, количество аварийных деревьев достаточно большое. Управляющая компания отрабатывает все поступившие заявки в оперативном режиме. На данный момент ведутся работы по уборке мусора, а также аварийных деревьев на указанном кладбище. Нам также сообщили, что в случае возникновения вопросов, касающихся содержания муниципальных кладбищ в Перми, граждане могут обращаться в МКУ «Пермблагоустройство» по номеру телефона, который сейчас на экране. Нашей съемочной группе, однако, не удалось обнаружить на этом погосте никаких следов когда-либо проводившейся уборки. Придется наведаться туда еще раз. Может, увидим. Екатерина Леонова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.